В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Состояло и 49-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Предлагается бюджет в доходной части на 2022 год. С ветерком по тротуарам. Стоит ли ужесточать правила дорожного движения для пользователей электросамокатов? Считаю, что нужно, потому что иногда они летят ужасно. В преддверии Дня кинолога наша съемочная группа встретилась с инструктором по дрессировке собак Сергеем Мельниковым. Хороший инструктор должен знать подход каждой собаки, каждой породе, как подойти, и как правильно работать, и все, и проблем не будет. На 49-м внеочередном заседании Совета депутатов Ленинского городского округа народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов. Один из них – внесение изменений в бюджет округа, благодаря чему удастся решить ряд проблем, на которые обращали внимание жители муниципалитета. Подробнее расскажет Максим Козлов. 9 вопросов стояло на повестке дня 49-го внеочередного заседания Совета депутатов, но один из них требует пристального рассмотрения. Проект внесения изменений в бюджет Ленинского городского округа озвучила заместитель главы администрации муниципалитета Лариса Калмогорова. Предлагается бюджет в доходной части на 2022 год увеличить в сумме на 223 миллиона 842,32 тысячи рублей, по расходам увеличить на сумму 235 миллионов 843,13 тысячи рублей. За сухими цифрами решение ряда проблем, с которыми жители округа обращались к народным избранникам. Одна из них – общежитие на улице Гаевского в Видном. Здесь живут граждане из ближнего зарубежья, работающие на различных стройках. На встречах с депутатами люди часто жаловались на беспокойное соседство. Они прямо так реально выбрасывают мусор с пакетом из окна, и там просто лежат вот так вот, все крысы бегают. А еще раз пить о спиртных напитках, громкая музыка и даже драки. Своим решением депутаты одобрили выделение средств на покупку здания у нынешнего владельца, о чем уже достигнуты предварительные договоренности. Соответственно, планируется, что и контингент проживающих серьезно изменится. Ко мне обращались жители с просьбой как-то разобраться с этим зданием, где находилось общежитие. Сегодня глава Ленинского городского округа, Совет депутатов, поддержал инициативу о выкупе этого здания, то есть выделении денежных средств. Там будут жить врачи, учителя и молодые специалисты. В обновленном бюджете округа теперь предусмотрено финансирование ремонта детского спортивного клуба «Орленок». В нем занимается порядка 300 маленьких спортсменов. Ремонт здесь не производился более 20 лет. Планировали сделать его раньше, но помешали известные обстоятельства. В пандемии еще остальные проблемы. В итоге сейчас жизнь не стоит на месте, движется. И в итоге сейчас у нас удалось все-таки запланировать бюджетные средства для ремонта спортивного клуба. В этих поправках выделены средства для увеличения заработной платы работников городского центра спорта. Теперь в бюджете предусмотрены деньги и для выкупа в муниципальную собственность Дома культуры, расположенного в деревне Белиутово. В ближайшей перспективе планируется, что в здании будет сделан ремонт и там вновь заработают кружки. Для начала сейчас будет процедура выкупа. Потом после этого мы, соответственно, поймем, какие нужно провести ремонтно-реставрационные работы на месте. Но направление для этого здания, оно остается прежним. Это социальная история для наших деревень, где можно организовать соответствующие кружки для детей и заниматься. Также на 49-м в неочередном заседании Совета депутатов было принято решение о поощрении преподавателей. Ученики которых занимают призовые места на различных олимпиадах. И педагогов, подготовивших выпускников, набравших максимальное количество баллов на едином государственном экзамене. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Электросамокат, казалось бы, хороший способ быстро добраться до места назначения. Но такой ли он безопасный? С распространением этого вида транспорта в новостях появляется все больше информации о несчастных случаях. Сегодня в рубрике «Дежурный по району» наш корреспондент Юлия Погасьян попыталась выяснить, стоит ли ужесточать правила пользования самокатами. Около месяца назад видновчане заметили на улицах города коммерческие электросамокаты. Многие из них стоят возле станции Расторгуева. Пассажиры решили пересесть с троллейбуса на самокат. Удобно, практически. Нет тесноты в маршрутках, в автобусе. Оплата карты, кстати, принимается, чем не альфа-грант, никак, переводами. Так что, в принципе, почему нет? Самокаты нравятся. Это быстро, это удобно. До работы доехать, домой доехать, в магазин быстренько съездить. И вообще пушка. До того же Расторгуева у нас часто все ездят. И, соответственно, я тоже езжу, тоже очень удобно. Рука об руку с технологическим прогрессом идет несознательность некоторых пользователей электросамокатов. Ездят, где хотят. На дороге не соблюдают правила дорожного движения и мешают водителям. На тротуаре мешают пешеходам. Но вот представьте, если средняя скорость самоката 30 км в час, то средняя скорость пешехода 5 км в час. Категорически плохо отношусь. Потому что летают кто попало, скажем так. Пока еще не привычно. Почему? Потому что боишься, как бы тебя не сбили, не задели. А так, множество должно быть, конечно, в нашем современном мире. Я не пользуюсь. Но мне они не мешают. Они стоят и стоят. А когда они не стоят, а едут тоже? Я редко вижу такое. Арендовать самокат элементарно. Достаточно иметь смартфон. Наводишь камеру телефона на QR-код. Скачиваешь приложение, регистрируешься. Кстати, регистрация происходит от 18 лет. Но истинное положение дел никто не проверяет. Ну и все. В дорогу. Важно, что у арендованных транспортных средств стоят ограничения приблизительно в 30 км в час. А вот у частных самокатов она может достигать до 90 км в час. Конечно, это опасно. Они могут врезаться. Но у меня зять этим пользуется. Очень удобно. Он сел ищет уже на конце другого города. Поэтому я, с одной стороны, хорошо отношусь. Удобно. С другой стороны, да, бывает, что они летят и боишься, что собьют. Вот единственное. Если бы что-то было бы для них, проблем бы не было. А так очень удобно, я считаю. Молодежи, во всяком случае, очень нравятся. В последнее время в правительстве России широко обсуждается вопрос ужесточения правил пользования электросамокатами. Законодатели предлагают оснастить их номерными знаками и страховкой, а пользователей – водительскими удостоверениями. В принципе, это правильно. Потому что, вы знаете, даже некоторые не знают правил дорожного движения. И они выезжают и на тротуар, дети идут с колясками, мамы, родители молодые. И на дорогу тоже самое. И в то же время невнимательные еще некоторые люди. Я думаю, что да, ужесточения не нужны. По скорости я тоже считаю, что нужно. Потому что иногда они летят ужасно. Больше нет, чем да. То есть, ну, это то же самое на велосипеды тогда можно водить. Кажется, к вечным спорам право и лево руких машин, липучек или шипов прибавились еще обсуждения за и против самокатов. Ну, самое главное, все надо делать с умом. Берегите себя. А по району дежурили Юлия Погосян, Александр Логинов. Видно этого. В детском саду «Солнышко» прошли традиционные летние спортивно-интеллектуальные соревнования среди старших групп. Ребята и их родители продемонстрировали ловкость, быстроту, сообразительность и знания правил дорожного движения. Во дворе детского сада «Солнышко» суета. Воспитатели рассаживают по местам маленьких зрителей, проверяют оборудование и расставляют дорожные знаки. Уже 15 лет подряд в начале лета здесь проводят веселые спортивно-интеллектуальные соревнования на знания правил дорожного движения. Сначала наши замечательные педагоги, воспитатели в игровой форме, ну, все повторяли, повторяли с правил дорожного движения. И как итог у нас проходит вот это вот спортивно-интеллектуальное соревнование вместе с родителями, которые нам никогда не отказываются, удовольствием участвуют. В этом году посоревноваться в ловкости, скорости и знании ПДД предстояло двум старшим группам детского сада командам «Светофоры» и «Дорожные знаки». В каждой по пять детей и пять взрослых. Ребята, как и родители, были готовы раскрыть свои таланты на все сто. Мы будем петь. Петь боимся? Да. Мы будем еще стихи рассказывать. Поддержать детей, чтобы выиграть и победить в команде. А вы считаете, такие игры, они вообще полезны? Очень, конечно. Ну, сплочают детей, сплочают родителей, сестер, братьев. Самое главное, конечно, не победа, а участие. Но все-таки хотелось бы победить. В начале ребята продемонстрировали, как необходимо переходить проезжую часть пешеходам, в том числе с колясками и самокатами. А также показали, что знакомы со знаками регулировщика дорожного движения. Мы, колясками, переходим в проезжую часть. Затем началось самое интересное. Поиграть в футбол с препятствиями, собрать дорожные знаки, быстро пройти по надземному и подземному пешеходным переходам. Прокатиться на самокате на скорость каких только заданий не было. Ребята и их родители участвовали в веселых эстафетах, танцевали и рассказывали стихи. Загорелся свет зеленый. Проходи, мой друг, ученый. Помни правила движения, как таблицу умножения. Практически сразу в игре наметился лидер команды дорожные знаки. Но соперники из светофоров изо всех сил пытались взять инициативу в свои руки. В результате напряженной борьбы и победу в состязаниях одержали все-таки дорожные знаки. Им вручили кубок победителя. Все участники получили памятные медали, световозвращающие наклейки и брелоки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ежегодно 21 июня в России отмечается День кинолога. В преддверии этого праздника наша съемочная группа встретилась с инструктором под рессировки Сергеем Мельниковым, который считает, что собака способна стать верным другом человеку. Только для этого ее надо правильно воспитать. Кинолог – это своего рода переводчик между владельцем и его собакой. И в первую очередь он помогает хозяину, обучив его правильному обращению со своим питомцем. Сергей Мельников более 30 лет. Профессионально дрессирует собак. Этими животными был увлечен с детства. Со своей собакой служил в армии. Там же получил военную специальность. После окончил Всероссийскую кинологическую школу при Академии имени Скрябина. Я родился в год собаки. И меня все время влекли собаки. Мне с ними нравилось проводить время с детства. Даже поэтому мне мама завела первую собаку, потому что я всегда на улице подмигал косин дворняшками и общался с ними. Сейчас у Сергея порядка 30 четвероногих питомцев, которых необходимо научить правильному поведению как в семье, так и в обществе. Моя задача сделать в первую очередь так, чтобы людям было жить комфортно с их собаками. Чтобы они могли управлять собаками, чтобы собаки не создавали проблем в городе и вообще в жизни. Это первая очередная задача. Для более увлеченных владельцев собак у нас есть возможность подготовить собаку, сдать экзамен и участвовать на соревнованиях. У Дмитрия Короткого несколько восточноевропейских овчарок. Его собаки – чемпионы России и постоянные участники соревнований. Владелец считает, что дрессировкой должен заниматься только профессионал. Во-первых, поведение собаки, что она должна быть социализирована, относиться к детям, к прохожим, к машинам, ко всему. У нее должна быть идеальная психика у собаки. Надо все воспитывать собаки. Виктория Филатова с 10-месячным метисом Хаски по кличке Барон посещают занятия Сергея Мельникова всего два месяца. Но уже есть результат. Сергей Мельников уверен, что нет собак, не поддающихся дрессировке. Главное – индивидуальный подход и мастерство педагога. Породы бывают разные, собаки разные, у всех разные проблемы, разные плюсы, разные минусы, свои сложности. Хороший инструктор должен знать подход каждой собаки, каждой породе, как подойти, как правильно работать, и все, и проблем не будет. Финолог – это скорее не профессия, а призвание, поскольку работать с животными без любви к ним невозможно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!